Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я постоянно думаю об одном человеке, он меня раздражает, общаться с ним не хочу, вижу в нем одни недостатки, ничего хорошего. Помню только плохое, что он делал, но я постоянно думаю о нем везде, что это такое, разве это влюбленность? Ну, кто говорит о влюбленности, в данном случае не совсем понятно. То есть, это ваша догадка, что речь идет о влюбленности, да, вот. Например, на мой взгляд, это совсем и совершенно не обязательно. Влюбленность, на мой взгляд, это может быть и что-то другое, это вполне может быть что-то другое. Вот, например, вас человек задел и вам как-то неприятно стало. Или он вскрыл вот, ну, знаете, какой-то конфликт в вашей личности, который, в общем-то, сейчас дает о себе знать в виде как раз вот того, что вы про него думаете. То есть, тут на самом деле вариантов много. Пожалуй, первое, на что я бы обратил ваше внимание, это больше на то, в каком векторе движется ваша мысль. Вот. То есть, ну, буквально, что это за мысль. То есть, вы не думаете все время вот о чем конкретно вы думаете, что конкретно вы представляете себе и так далее. То есть, вот, это то, на что нужно здесь обратить внимание. Потому что, вроде бы, вы их и говорите о том, что, ну, думаете о нем все время. А вот, что думаете конкретно, да, не говорите. Это, на мой взгляд, является немного странным. То есть, конкретное содержание ваших мыслей о всем конкретном содержании. Это первое. Второе. Вы пишете о том, значит, что думаете о нем как-то только, ну, только плохое, да, и так далее. Опять же, здесь довольно интересный момент. Что вам, получается, человека нужно для чего-то обеспечить. Вот. То есть, вот обязательно на это обратите свое внимание, что вам для чего-то нужно обесценить, ну, человека. Вот. И, ну, принять его за чем-то. Вот. Поэтому, я бы, наверное, все-таки постарался бы проследить еще и за этим. Направлением, с какой, например, с целью-целью вам его обесценивать. Вот. То есть, что такое вот значимого, например. Он для вас представляет, что вы хотите его обесценить. Да? Вот. Ну, и последнее, это то, что совершенно очевидно, что вам неприятно. Совершенно очевидно, что вы чувствуете вот какое-то недовольство, да, чувствуете, может быть, даже прощение. И вот это тоже с чем-то связано. То есть, какие-то ассоциации. Совершенно очевидно это вызывает у вас. Тут тоже нужно, на мой взгляд, посмотреть, что это за ассоциации. Ну, конкретно. Вот. Конкретно, что это за ассоциации. Вот. Какие они у вас. И какой вы сами себе представляете. Вот. То есть, попробуйте ответить себе на вопрос, да, какая я с ним, с ним. То есть, вот когда я о нем думаю, какая я, когда я с ним, какая я. Вот. Это очень важно. Вот, значит, вы пишите. Постоянно думая об одном человеке, а вообще с ним не хочу вообще. А как вы с ним начали общаться? Как вы окончили общаться с ним? И заканчивали ли вы вообще? Ну, в смысле, в смысле, может быть, это он с вами закончил общаться с ним. Понимаете, да? То есть, тут вот тоже есть нюансы. Если вы не заканчивали с ним общаться, а закончил общаться с вами он, то это еще более такая неприятная вещь для вас. Потому что могло поменяться восприятие ваше себя самой. Вот. Это тоже может означать ваши мысли. Ну и наконец, последнее, что хочется сказать. Это то, что вот то, как вы это описываете, я имею в виду то, как вы описываете вот свое состояние. На мой взгляд, выглядит, как, ну, что-то незавершенное. Вот. То есть, это что-то, что вы не смогли завершить. Нужно посмотреть, что вы не можете завершить. Нужно посмотреть, что, ну, что конкретно у вас не завершено. И помочь вам это завершить. Конечно. Это можно сделать со специалистом. Конечно. Выберите себе его и начинайте работу. На этом все. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи. 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 Продолжение следует...